итак 3 2 1 поехали мы снова в эфире приветствую вас дамы и господа вы сейчас в институте b в нашем элитном интеллектуальном клубе я вас приветствую и поздравляю с этим кстати значит смотрите как обычно у нас с вами есть возможность задавать свои вопросы на сайте пишите их а но если вы хотите точно попасть в эфир стопроцентно и гарантированно вы можете воспользоваться системой доната то есть оплачиваете сообщение и она появляется в эфире это в общем то большая система поддержки института во вторую очередь это возможность вам высказаться в третью немножко даже по понтоваться может быть то есть что вы можете себе это позволить что вы действительно участвуете показать это другим то есть какие-то люди они любят так скромно что там жертвовать все другие хотят открыто это делать вот у всех есть возможность кроме того понимаете народу становится все больше и приходится как-то сепарировать вопросы то есть по принципу какие-то важнее какие-то не очень и соответственно вот эта вот система она позволяет определить те кто действительно хочет донести свою мысль можете посмотреть там даже есть возможность прочитки вашего сообщения роботом что это вообще супер то есть вы прям поучаствовать в эфире ладно давайте к делу сегодня у нас значит тема будет такая славянская историческая мы поговорим про русский язык про буквицу про вот такие вот вещи павел ключников у нас сегодня в гостях он хочет выступить хочет рассказать раскрыть эту тему и у него сейчас будет такая возможность кроме того у нас еще несколько человек в гостях и ссылки на них тоже кстати в описании давайте гости вы можете сейчас представиться представиться с зрителям познакомиться поздороваться итак поехали кто хочет начать хедлайнер ну ты хотел какую-то там свою корону тему раскрыть в в в в в в в в что, в принципе, я просто чат читал, а до этого немножко про правила было сравнено. Потому что вроде как было куча правил, а толку нет. И это, чтобы было бы логичнее, короче, сделать как бы логичное, да? Логичное правило, а не в разрез, как говорится, и грубо. Ну, это, конечно, мы в отдельной теме про правила. Основная тема, как бы, это... Самой вот странный, как бы, ближе к выбору. Так, минуточку, минуточку. Мне тут сообщают, что почему-то гостей не слышно, оказывается. Гостей не слышно, это не есть хорошо. А меня? Я заново начал трансляцию. Надеюсь, теперь звук есть. Так, народ, ставим плющики. Гости теперь есть в эфире? Гости, скажите что-нибудь. Звук есть, нет? Да, вы слышите? Слышно нас? Так, я, ну, подбежал. Вячеслав, меня слышно? Поклажаны горят. Сейчас дождёмся обратной связи. А избы горят, а кони все бегут. Это замечательно, кстати, раз всё глючит, снова какие-то технические неполадки начинаются, это хороший признак. Это значит, мы сегодня будем очень глубокие интересные темы раскрывать. Так всегда. Так, всё, пишут плюсики, короче. Звук есть, отлично. Отлично. Итак, у нас в гостях Вячеслав, Андрей и Павел. Павел начал свою мысль раскрывать, и вы её не слышали? Да, он в чате уже пишет, где Чудинов. Чудинов в студии. Ладно, я на чём остановился, на правилах, да? Ну, сейчас-то слышно меня, нет? Да, да, они пишут уже, послушают. Нормально, да? Ну, так, про правила говорю, это отдельная тема, можно, как говорится, бесконечно разговаривать, и они постоянно, как говорится, новые пишутся, подписываются где, дописываются, переписываются. Это всё понятно. Про язык сам, да? Да, мы сейчас на данный момент, и вот кто как бы занимается там, кто изучает, да, кто уже как бы затронул эту тему, то есть уже они начали немножко понимать вот это, вот это уже, к некоторым приходят, допустим, уже образы, да, какие связанные с буквицами, да, как это вообще связано с реальностью, с миром, да, со всем. Ну, если сказать более, как говорится, точно, что ли, просто говорю, изучайте вот буквицу, она помогает вот в этом во всём. Я просто сегодня как бы не болен так, как бы настроен на доклады какие-то, просто я бы... Замечательно. Нет, я не то, что это, я могу, конечно, на доклад сделать, но я бы хотел просто вопрос какие-нибудь послушать. Павел, Павел, меня слышно? Я сейчас, можно, внесу небольшую лепту, у меня просто как бы диапазон растормошить. Я две-три минутки скажу, и как бы потом передам Павлу Андрею Сафету. Я думаю, что после моих небольших реприз будет как-то более темп вальса. Значит, самое основное, что очень здорово, я, честно, не ожидал, что такая тема, она мной очень любима, что такое наша речь? Ну, первое, изначально хочу зайти издалека. Изначально, по умолчанию, я буду сухо констатировать факт, а верить и не верить, это уже на зрителям, слушателям, друзьям, так сказать, коллегам, вот. По умолчанию мы общались телепатически. И только тогда, когда мы начали деградировать, пришли обороты речи. Только тогда. И вот я вам скажу самое главное, самое основное правило нашего могучего языка заключается в том, что в нашем языке не существует никаких правил. Все правила, все исключения, это абсолютная выдумка наших агрессоров, наших захватчиков и то прочее. Поэтому... Господи, твои слова и училки моего русского языка в уши-то. Да, Вячеслав прав. Так и есть. Так все и есть. Не, ну по идее правила-то придумывали иностранцы для того, чтобы выучить какой-то язык. Носитель языка, он научит его у родителей и в социальной среде, в которой растет. Да, ну вот, Вячеслав окончил, да? Я хотел бы его прокомментировать немножко. Вы сказали, сначала, когда начинали свой диалог, я слышал такое слово, как наша речь, да? Вообще нужно сразу понять, что такое речь, да? Ре-ци, то есть повтор-ци. То есть мы свою мысль, как говорится... Так, а вот, кстати, многие делают такое замечание, что когда любители раскладывать разные там слова, типа древнерусские, на разные значения, они используют слова нерусские, вот эти вот ци, допустим. В русском языке разве есть такое слово? Ци? Есть. Оно всегда было, как бы. Меня слышно, нет? Да-да. У меня что-то иконка пропала. Ну, ци, оно всегда и было, оно это, как говорится, обычное. Что-то еще у нас в камере. А вот здесь, позвольте, я немножко вмешаюсь. Несмотря на то, что в славянском языке в полном каноне в 49-ти буквичной системе буквица ци есть, и она используется, но используется в самом каноне речи, она крайне редко. И, ну, в издревле тоже использовалась достаточно редко. А в слове речь никакой ци, в принципе, нет. Это, конечно, уже притягивание за уши и современные трактовки. Ну, как Задорнов, например, или Чудинов любят делать сейчас. А слово речь имеет конструкцию от буквицы рекуче. Соответственно, переводим по-буквенно. Ци там буквицы, в принципе, нет. Там есть че. Буквица, означающая пустую чашу. Слово речь, оно, вообще, само слово речь, это и есть буквица ре-ци. Ре-ку-ци. Но буквица ре-ци состоит из двух образов, да. Есть образ повтор, да, ре. И есть образ энергии, как бы, ци, да, цели. То есть, сам вот этот образ ре-ци, да, который вот сто, который, да, он в себе содержит несколько образов. То есть, в буквице, вот в этой именно буквице, как вы сказали, каноничной, не каноничной, да, вот она у меня всегда перед собой. Каждая, есть несколько уровней образов, то есть, есть поверхностный уровень образов, который обозначает, как бы, вот, ну, так. Ну, именно поверхностно, да. Но еще есть несколько подуровней, то есть, сам образ разбивается на подуровни, да. И эти подуровни уже более точно передают то, что имели там в виду, именно под этим знаком. Ну, это как раз очень интересная тема. Я, к счастью, наблюдал все развитие, ну, новое развитие славянской, там, назовем это, неоязыческой культуры в России. И трактовки буквиц, в том числе, с самого начала, они каждый год начинают появляться все новые и новые, меняются. Если сейчас сравнить, у меня есть определенные записи того, как трактовали те же славянисты, ну, столпы, скажем так, славянских течений, тот же Чудинов, Трихлебов, Хиневич и прочие, в 2008 году, в 2007, в 2009, и то, как сейчас они трактуют те же самые слова и буквицы, это просто небо и земля, это противоположные значения начинаются. Я, к краям глазу, увидел на видео буквицу, ну, не совсем это каноническое, если я правильно вижу, то это как раз один из последних таких синергичных образов между Чудиновым и Хиневичем. Если несложно, кстати, можешь прочесть первый буквенный ряд, семь буквиц, первых? Верхний самый? Да. Аз, боги, веди, глаголи, добро, есть, есмь. Ага. Ну, что, в чем проблема-то? Ежи, есмь, ер, прямая последовательность. Так было, есть и будет. Ну, вот первая ошибка, там уже буквицы не хватает. Ну, это не хватает уже, как говорится, мы сейчас говорим именно про вот эту вот штуку. Мы не будем сейчас, мы сейчас просто не будем, да, далее там, как говорится, глубже лезть. Нам самое важное вообще, в чем состоит вся задача-то, да, наша? Просто показать людям, как пользоваться вот этой вот, как говорится, матрицей, да, чтобы люди не делали, как говорится, ошибок потом, да, в своей жизни. Секундочку. Я внимательно услышал, вы знаете, самая большая сложность, что мы пытаемся буквицу на математическое понятие перевести. С одной стороны, это правильно, но большое заблуждение заключается в том, что мы пытаемся логикой буквицу понять. Буквица не понимается логикой, она понимается сердцем и душом. Душой невозможно буквицу принимать в тех стереотипов, которые нам навязали. Это очень главный ключевой момент. И я скажу вам больше, если я даже возьму заглавную букву АС, или АС пускай будет, я могу, честно, вот когда-нибудь психану напишу целую книгу с одной буквы, потому что каждая буква это матрица, матрешка, которая множится, 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 и мне будет только достаточно одной буквы. Да, друзья, вас слушаю. Так, народ, ставим лайки, кто хочет книгу Котлярова увидеть. И кто хочет, чтобы мы начали зачитывать ваши вопросы, тоже ставьте лайки. Думаю, 40 вполне хватит. Александр, я вот еще хотел тоже, меня немножко Вячеслав перебил, да, я насчет хотел сказать именно вот этой матрицы, то, что для чего нужно просто учить, начинать учить. Для того, чтобы как бы раскрывать больше свой как бы мировосприятие, да, чтобы вы уже связывали не только, как говорится, отдельные там звуки со звуками и буквы с буквами, и все это как бы вроде как они говорят, это все отдельно, да, но на самом-то деле все вместе идет, да. То есть и сами буквицы, да, и образы, они показывают не только, как, как, я сейчас там уже слово-то вспомню, они трансцендальные, что-то я слышал такое слово. Вот, не то, чтобы такие вот слова выдумывать, а для того, чтобы через простую речь передавать именно все, как бы, как нам сейчас говорят, очень сложные процессы, которые происходят в природе, да, как, допустим, электричество перетекает, да, там, из одного состояния в другое, да, как плотности там между собой взаимодействуют, да, это все показано здесь. И этому как бы учили, ну, как вот я слышал, что говорили, что с трех лет учили, детей. Ну, все было наоборот, дети учили взрослых, но это ладно. Нет, ну, я имею в виду, давали уже, чтобы они... Потому что же дети всякие бывают тоже, да, бывают и... Павел, смотри, позволь у себя такое замечание, изучение буквицы, это, конечно, хорошо и правильно, я здесь с тобой абсолютно согласен. Вопрос в другом. К сожалению, в современном мире речь пронизана, в принципе, иностранизмами, это раз. Да, заменить их можно, но, а, возможно, и нет никакого в этом смысла, они уже и так используются и достаточно четко выполняют свою функцию. Например, ты привел слово трансцендентальный в качестве примера. Да, где-то что-то типа этого. Трансцендентный. Абстрактно. Или трансцендентный. Трансцендентный. У слова есть также три корня, прекрасно. Здесь залезы трансцендентный. Трансцент и дентность. Дентность – это повторение явления. Ну, это стандартная латынь. В русском языке есть аналог, он просто звучит сложнее. Сквозь космичность. Нам на латынь просто не надо смотреть, латынь придуманный язык. Мне просто нет сил молчать. Давайте я сейчас такое ляпану. В нашем языке позволено. Ляпнуть. Дозвольте слово ляпнуть. Так вот, я понимаю, что Павел и Андрей, возможно, со мной не согласятся, но фишка заключается в том, что та буквица, которая изначально по умолчанию, мы ее рассматриваем как язык и письменность, она была исключительно построена для математических исчислений. И только другие, абсолютно другие языки выполняли роль нашей письменности. Самый яркий пример, сейчас это называется арабская письменность. Я предполагаю, что вам ноги покрутят пальцем у виска и скажут, Котляров несет очередную ахинею. Но, уверяю вас, арабская письменность, так называемая, это был один из наших языков, который именно передавал полноту того, что есть. А буквица, над которой мы толчемся, это исключительно математика. Вячеслав, прошусь. Здесь есть заблуждение в понятиях, математику как раз чаще записывали, если мы берем славянскую культуру, ну, давайте возьмем так не инсинуативный ряд, а, ну, допустим, относительно доказанные вещи, тоже, конечно, в спорной части истории летописания. А в основном математические исчисления записывались либо чертами и резами, а это проторуника, либо руникой действительно старой. Буквица использовалась исключительно в торговом письме и никакой численной, ну, скажем так, аббревиатуры и обозначения не имела. Все, что сейчас связано с численными обозначениями буквицы, это новые инсинуации, причем достаточно свежие, порядка последних пяти лет. Вот. Я доведу все-таки свою мысль немножко до конца, никто не спорит, что изучать, допустим, буквицу в том формате, в котором сейчас вот она предложена, причем мы даже не будем сейчас брать реально, новодел это, придумал это кто-то из головы или действительно это древняя наша речь, она действительно так раскрывается, неважно. В любом случае для каждого человека было бы полезно разбирать слова внутри, на подкорни и учиться их понимать. То есть, если мы так или иначе можем это сделать и увидеть, почему бы и нет, но, так как речь пронизана достаточно сильно иностранизмами, а еще у нас буквенный ряд менялся на фонемы, менялись слова, менялись записи, люди пытаются залезть и трактовать слова, которые уже видоизменены. Соответственно, у них получаются нестыковки в трактовке по буквице, у них что-то не получается, они начинают придумывать инсинуативные какие-то ряды и додумывать ассоциации, как бы им хотелось, чтобы это выглядело и переводилось. Но на самом деле, в итоге, они не приходят к, ну, скажем так, верному знаменателю, назовем это так. Для этого нужно сначала речь выучить грамотную, ну, допустим, исторически старую. Давайте возьмем банальный самый пример, о котором все знают. Ну, слово вера нужно писать через ять для начала, чтобы можно было трактовать его правильно. Трактовать слово вера, написанное по-русски с буквой Е, бесполезно. Мы не придем к правильному итогу? Наверное, сейчас я предприму попытки и покажу, как слово мир писалось в восьми вариантах. Понимаете, вся сложность от того, что мы отталкиваемся постоянно от правил, которые нам придумали. Сто лет назад изменили до неузнаваемости нашей речи письменность и постоянно менялись. Что для нас первостепенно важно? Любая речь это своего рода программный код. Я, как человек, очень немножко не обученный в вопросах программирования, но благодаря своим изысканиям умудрился создать продолжение компьютера на игре Morrowind. Я вот заметил маленькую там уникальность, что если я даже пропускаю, когда я пишу скрипт, точку или запятую, или ставлю пробел, скрипт не работает, игра выдает эрор. То же самое и наша речь. Если мы используем наш программный код, ну, назовем его пока букву, пока подберем этот термин, и допускаем ошибки, то он идет на разрушение нас, идет эрор. Выстроить четкую структуру языка на данном этапе невозможно. Были приведены замечательные люди, Чудинов, Сундаков, те, которые поднимают наши древние знания. Не мое наблюдение, а хочу привести пример уважаемого Виталия Владимировича Сундакова, как он четко нам рассказал, что означают руки. Помните эту пресловутую поговорку «чудеса в решете»? Так если знать древние славянские наши термины, все становится на свои места. Каждый палец на руке имел исключительно название. Там «чу», «почесать», «десница» и так далее. Так вот, руки у нас назывались в зависимости от того, какой гильдии принадлежал или не гильдии, там, иерархии или обществу принадлежал человек. В зависимости от этого руки имели разное название. Если это была родящая женщина, то у нее автоматически левая рука превращалась в колыбель, ну, она держала ребенка. И не путайте, колыбель появилась не наоборот, колыбель, вот эта кроватка, появилась исключительно от руки. А правая рука называлась сорока. То есть женщина держала ребенка на руке и делала в это время 40 дел. Идем дальше. Если это торговцы, то получается на правой руке опять у нас сорока. Сорочинская ярмарка. И с сороками ничего общего не имеет. Ну, сорока это нарицательно. Сорока все хватает. А вот левая рука, она исключительно имела другую аббревиатуру. Она, сейчас у меня вот на ходу вылетела, но там было важно. При покупке мы должны были брать правой рукой, а отдавать исключительно левой. И это очень важно. То есть, вы поймите, правил не существует вообще. Когда мы ставим правила, мы тебя загоняем в виртуальную темницу. Передаю слово. Вячеслав, вы только что говорили о правилах и говорите, что их нет. Например, что брать деньги нужно было правой рукой, а отдавать левой. Это ли не правило? Это аксиома, это даже не правило. Это как бы мышь... Сейчас, рассмешить зрителей. Вот Спайдермен делал наоборот. Он надевал вначале штаны, а потом сверху трусы. А мышь должны делать наоборот. Мышь надеваем трусы, а потом сверху штаны. Это даже не правило. Это прилично. Да, интересно получилось. Попробую задать вопрос немножко глубже. А в чем причина? Давайте прям рассмотрим случай, чтобы интересно было. Почему все-таки принимать деньги нужно правой, а отдавать левой? Наоборот, кстати, вы, по-моему, говорили. Левой отдавать, потому что от сердца, а правой... Вот, кстати, в основном, если мне память не изменяет трактате, как раз правой отдавать, левой брать. Причины-то у этого какие? Это мы сейчас подходим, что появилось впервые. Причина или следствие? Следствие или причина? Курица или яйцо? Дети или взрослые? Я вам скажу маленькое мое наблюдение. Что нам дает легче дышать, уже по умолчанию является правильной панацеей. Если мы своими фибрами души и сердцем ощущаем, что нам от этих знаний становится легче, даже если они в какой-то мере заблуждения. Вот есть ряд людей, которые переходят на правильное питание, надо питаться травой. Я не против питаться травой. Это хорошо. То же самое и речь наша. А кто считает, что это правильное питание? Мы лучше покурим, да? Давайте покурим-ка, покурим-ка, покурим-ка. Я бы хотел тоже сказать, Андрей Рерих, я вижу написано, ну то, что на иконке, он сказал, а меня слышно вообще, нет? Да, прекрасно. Да, звук есть. Вот вы сказал, что вот сейчас, я просто услышал, вот сейчас там понятие, да, я вот хотел бы еще насчет этого сказать, я потому что уже говорил, нужно очень, как говорится, важную вещь для себя уже, как говорится, узнать, да, может быть узнать, может быть понять, вот у кого как, что определение, да, и понятие, это разные абсолютно вещи. То есть это абсолютно разные вещи с разными функциями, разными этими, да? Вот понятие, да, это то, что когда тебе кто-то сказал, кто-то сказал, да, неважно кто, там, ученый, там, какой-то там, допустим, еще какой-то, или начальник, да, а ты сказал, типа согласился с его мнением, да, и сказал, да, это так. Вот это вот понятие. А определение, это то, когда ты сам подумал, вот так посидел, ну, как это вот, а почему, да, и сам начал копаться в этом, да, и как бы методом проб и ошибок ты сам для себя определил и уже понял, что вот это вот, допустим, слово, да, так выглядит это слово, так выглядит это слово, как говорится, такие функции показывает, да, это слово такие функции показывает. А то, что говорят там, как они, говорят, лингвисты, потом, как они еще эти есть, филологи, да, вот эти, они их же учат на это, да. Они, да, они им сказали, это все основано на понятиях. Так вот, нам нужно, чтобы мы, как бы, мы же собираемся вот с вами для того, чтобы, как бы, другим людям рассказать, да, и... Эта система нового дата была, она нас немного отвлекает, ну ладно. Это, чтобы, короче, как бы, передать знания, да, другим людям, и чтоб люди тоже использовали. Вот я им о чем говорю. И чтоб люди на нас, допустим, кто вот здесь выступает, не смотрели там, да, некоторые даже вот там, кто это такие, да, что... Вы просто уже, когда начинаете понимать это потихоньку, да, все вот эти вот образы, да, вы уже, когда у вас более-менее соберется вот эта мозаика, вам уже не будет ничего важного, как бы, да, вы уже сами не будете задавать никаких вопросов, потому что у вас все это есть уже. Вам нужно просто найти ключики к этому, да, вот эти алгоритмы, то есть поймать, как эти слова, как они стоят, а вот стоят они из обычных, ну, звукосочетаний, да. Звуки же, буквы, это же звуки. Эти звуки, они вибрационно, да, соответствуют тем ци, да, которые, ну, то есть те, которые они преследуют. Павел, мне настолько... Если вы не поняли, о чем я сейчас сказал, просто еще раз, и вот эти начертания, да, или эти звуки, они несут в себе функцию, которая, ну, это функция для чего-то, для какой-то цели, да? Павел, можно секундочку, секундочку, я настолько вдохновлен, настолько приятно, что сейчас в эфире настолько компетентные для красного славца люди, у меня просто сердце и душа поет. Я просто уловил момент, что я не навел мысль до конца, Павел, я дополняю, не перебиваю. Так вот, что я хотел сказать, Виталий Сундаков говорил следующее, что рука называлась иногда левое решето, а правое чудеса. И поэтому, когда мы ложим чудеса в решето, становится все понятно сразу, автоматически. А вот сейчас вот Андрей, Павел, мы и благодаря Саше мы делаем очень важную вещь. Сейчас наши уважаемые слушатели и зрители, возможно, немножко лениво изучают эту тематику, но, уверяю, мы вносим огромную лепту, потому что это как маленький червячок сомнения, в каждое сердце закрадется. И вы сами уже будете самостоятельно разбирать слова. Есть люди и осуждают, когда мы этимологически трактуруем каждое слово, но я уверяю, никакой ошибки не существует вообще. Одно и то же слово, даже одна и та же буква имела 50 тысяч значений. 50 тысяч. Самое страшное, вы знаете, что в нашей, не в буквице, а в рунице? Руница это вообще кульбит всевозможных, ну это всевозможных исчислений. Потому что руница настоящая, она читалась исключительно, насколько буква была выдавлена. Вы понимаете, что одна и та же руница могла читаться по-разному в зависимости от того, насколько она была в камень вдавлена. Передаю слово. Да, понятно все, Вячеслав, я поддерживаю, конечно, все это, но дело не в этом немножко. Дело в том, что это все понятно, нам как бы, когда мы дойдем до вот этих вещей, вдавливайте там и руны, и все остальное, мы это будем делать. Нам сейчас не важно, у нас сейчас очень как бы вопрос-то стоит другой. Просто люди сейчас, я вот общаюсь с людьми, я вот общаюсь с женщиной своей, допустим, она иногда меня просто не понимает, говорит, откуда ты это, говорит, просто вот, ну, как бы это... Информационное... Ну, как бы не то, что информационное, потому что информационное слово плохое такое, я не люблю говорить уже после этого времени, слово информация. Что такое плохо? Она говорит просто, что это такое, как бы, вот, я когда начал вот это изучать, да, я начал это изучать сам, как бы, мне... Я посмотрел какое-то видео, я не помню, и там вот я увидел, услышал просто, да, вот эти... То есть я поймал алгоритм сам, то есть я поймал именно, как бы, вот сам этот первичный образ, как бы, постраивались вот эти вот звукосочетания, что ли. Ну, просто, как бы это объяснить. Ну, на самом деле, это так и есть, это алгоритм простой. Вот. И я заметил, что абсолютно все вещи нам вот говорят, да, там, ой, тут так сложно, тут сложно, тут сложно, а тут еще сложнее. А на самом деле все просто. И мы вот пользуемся правильно, вот Вячеслав сказал, что у одной буквы могло быть там 25 тысяч там всяких. А дело в том, что, вот я как, если с физикой, как бы связать, да, с той же, как все вот сейчас тут в чате, да, пишут, и там, игра, почему игра, да, что такое игра вообще, для чего это все, как это все работает. Да, смысл в том, что вообще вся Вселенная, как бы, да, она, это большой океан электричества, огромный просто. Вот. Он находится в разной плотности, да, в разных местах, в разной плотности. И эта плотность, как бы, этого электричества, она держится, как бы, за счет вибрации определенной частоты. Так вот, поля между собой и взаимодействуют, да, вибрационно. Кто-то на клавиатуре печатает. Мы, понимаете, в чем дело? Мы как бы, как бы, попроще так сказать, мы, мы, вот, на клавиатуре постучали. Ну, дело вот в том, что мы перестали улавливать связь, вот, с природной вибрацией. Вот в чем дело, да? Павел, дай, дай, дополню. Я вспомнил свое маленькое четверостище 96-го года. Я хочу процитировать насчет клавиатуры, тему попаду. Я написал там большой стих, но я только две строчки, четыре строчки почитаю. Мечту реально сдвинуло, но я не угасаю. Судьба мне вызов кинула, я вызов принимаю. Разорвется сердце на части, да осколки ударят в виски. Да лучше умру я от счастья, чем умру от тоски. Неплохо. Красивый стих. Так, я хотел еще вот дополнить. Мы насчет того, что мы знаем, да, нам, вот, если мы опять же в буквицу там посмотрим, здесь есть такие образы, да, как чувственность, да, чувства. Мы же все чувствуем своими органами чувств, правильно? И чтобы нам, как бы, поймать ту вибрацию природную, да, вот эту вот природную ля, так называемую, да, мы начинаем обращаться вообще к своему. Я же еще раз говорю, чтобы понять, как был, как устроен мир, да, не нужно ничего читать вообще, никаких книжек, никаких, ничего. Просто знать, вот эти вот образы, да, в голове иметь. И вы увидите, как это устроено. Очень просто. Я еще раз говорю, вселенной большой океан электричества, да, оно в разной плотности, в разных местах держится. Эта плотность, как бы, она держится за счет вибраций. Павел, невозможно, тебе хочется дополнить и дополнять. Вы знаете, только в нашем понятии есть такая моя наблюдательность, что мы мысли сказали, а потом подумали, озвучили или нет. То есть у нас еще осталось вот это телепатическое общение. Ловить этот момент. То есть мы головой передали собеседнику какую-то информацию, не озвучившей ее. Но мы абсолютно уверены, что наш собеседник ее принял. Вот насчет космоса и насчет передачи знаний. Даю слово. Да, да. И вот вы так никогда не задумывались, допустим, почему в русском языке есть слово звук, а есть слово стук. Да? Вроде вибрации, да? Или, допустим, вы никогда не задумывались, что, допустим, слово ебание, да, ебание, это, как сейчас говорят, плохое слово, а вот кол ебание, это у них физически в учебниках пишут. Совершенно верно. Ну, это уже очевидно сразу. Ебание, кол ебание, это одно и то же. То есть ебание, это вибрация. А уже что связано с колом, да, с колом и с коном и всем остальным, это уже как бы другой вопрос. Что там колеблется? Ну, тут не самый хороший пример, потому что если мы берем... Нет, это самый хороший пример, потому что ебание, ебать, да, е-б-а-т. Да, только это не русское слово, это вообще-то еврейское слово. Абазянское, нету ничего в нашей ячейке. Я передам слово, я хочу сказать этимологию слова русский. Русский это свет. И не можете на себя не натягивать ордена и медали. Любой человек, который светло общается, здраво мыслишь, здраво изъясняешься. Он уже по умолчанию русский. Русский это свет. Все, я передажу. Ну, не совсем я бы согласился. Ну, ладно, давайте вернемся немножко, раз вы затронули органистические выражения, если... Да. У нас мат относится к речи арго, не к жаргонной. Вообще-то он имеет... Мат относится к материи. Нет. Мат относится к материи. Ребята, мат, который был изначальный, это не те слова, которые используются сейчас. Та аргонная речь, которую используют сейчас в качестве матной речи или матерной речи, вообще-то является еврейским слогом. Я не знаю, что такое. Ну, в этимологии русского языка есть жаргонные выражения, это профессионализмы различные. Есть арго. Речь арго это матерные выражения. Ну, есть такое подразделение. Жаргонные, наверное, жиды придумали. Нет, я говорю, жаргон это профессионализмы. Например, доктор говорит, дайте мне ланцет. Жаргон это когда жар гонит кто-то. Ну, давай не будем сейчас. Вот я употребляю в том смысле, в котором люди привыкли понимать. Жаргонные выражения это, к примеру, профессионализмы. То есть, если зажим называется ланцетом в медицине, это же организмы. А если человек использует матную речь в литературе, в русской, это называется организмы. На А. Арго. Речь формата арго. Так вот, аргонная речь, это как раз часть еврейской речи, используемая зэками примерно на стыке между 17 и 19 веком. Да, есть такая легенда. Вот, соответственно, то, что мы используем термин, как ты говоришь, ебать и колебать, они друг с другом не связаны. А если глубоко копнуть, там, скорее всего, в еврейском языке... Я могу вам одно только сказать. Я могу продолжить. Как вам угодно. Павел, я хочу, что в том, что вся Афения, это исключительно тот термин, те термины из того языка. Но я не хочу их называть евреями. Почему? Потому что я ввожу в новое понятие мерды. Есть мерды, есть евреи. Вот, поэтому, чтобы зрителям было понятно, вся Афения, келяем мы с корешем по броду, сечем фуцин с мешками тащиться, вот Федя снял мойку и порешил, жнем, ннем, мерим, терем базар, вокзал, решили кентоваться. Куда свалить? Свалили на природу. Пойдем, кошелки пасутся, ляхами трутся. Я одной пожба, но она в киши, скипишь. Сечем менты поляну режет. Тут нас и повязали. То есть Афения, это исключительно еврейский язык. Передаю слово. Вот, доведу я свою мысль немножко до конца. А если мы берем выражения, которые ты пытался пресечь колебанием, слово ебание. Вообще-то, недавно буквально я писал статью о нашем празднике коледы. Как он? Ивана Купала сейчас называется. Который. Вот. Ну и, соответственно, записывал в него аудио-часть о реальной части праздника. Ну так вот. В далеких русских деревнях до сих пор присутствовал я пару раз в таких интересных. Ни в коем случае, особенно если бабушки как-нибудь на заваленке сидят с дедушками, нельзя, уходя на речку, говорить, мы ушли купаться. Они посмеиваются и стыдить молодежь начинают. Потому что купель – это вообще-то супружеское ложе. А вот купаться – это как раз то самое слово, которое ты пытался привести. Понятно. Я просто не о том. Я хотел сказать о том, что как вам угодно будет. Каждый, как говорится, человек выбирает для себя, что думать. Думайте, что хотите. Но я вам могу сказать, я вам могу просто сказать, будьте попроще. Как говорят, так и есть. Если говорят, что любовь, говорят, что же такое любовь, а никто не знает, что такое любовь. Нам говорят, что это что-то связано с детьми, с этим совсем делом. А на самом деле другое, оказывается, значило. Любовь – это совсем другое. Именно определение было. Любовь – это называлось «люди богов ведают». Так оно и есть. Но раньше просто и говорили. Просто если ты хотел ебаться, ты просто шел и шел ебаться нахуй. Они, блядь, как вы сказали там, я даже не знаю, как вот это вот. УПЛ там или еще что-то делать. Это не важно. Просто понимаете, смысл в чем? Если как бы это попроще. Есть просто природные, то есть мы же не просто так эти слова говорим, да? Я понимаю, что, допустим, там англичане, или кто как бы любимый там ваш латинянский язык, им что сказали, значит, вот это вот, да? Слово, допустим, там, я не знаю, да любое английское слово им сказали, да? ну, им сказала же мама, что оно вот именно вот это значит, да? Но слова язык таких, как говорится, проделки с ним нельзя такие делать. Ну, Павел, это зависит от того, насколько глубоко капает. Понимаете, смысл в том, еще раз говорю, что все звуки, звуки, которые мы издаем, да, это вибрации. То есть вот это ебание как раз, да? И вообще в мире все взаимодействует посредством ебания или кол ебаний. Вот и все. Ну, смотри, ты немножко притягиваешь за уши. Я ничего за уши не притягиваю, это все очевидно. Павла поддерживает. Это все очевидно. Я невольно стал тут пошел. Вот мы теперь подходим к тому, что нам изменили язык, да, но так как мы раньше рекли, сейчас мы просто, да, говорим или там лепе, чем еще как там, да, а раньше рет, ну, ре, ци, ре, ци это повтор ци твоей, да? То раньше, допустим, сказав на старом именно зная, как сказать, да, мы могли изменять реальность, да? То есть воздействовать на окружающий мир. Правильно, правильно. Это называлось магия, могу я, магия, могу я. Правильно. Вот это верно. Теперь смотри, я о чем говорю и почему я занял немножко оппонирующую позицию. Я абсолютно не против речи и не против трактовок, но когда люди начинают стягивать разные понятия воедино, ну, например, то есть вот, ладно, мы разобрали пример с ебанием. Понятия, определение, разные вещи. С понятием я хотел долго, Вячеслав тут вставлял свои слова, я хотел вернуться к этому, но может быть попозже. Понятия, определение, я вот сейчас могу заставить тебя просто по твоей же буквице перевести и у тебя получится наоборот. То есть получится так, что ты сказал в обратном порядке. Давай сейчас вернемся немножко к другому. Ну, очень часто в современном мире люди, изучающие буквицу, этим грешат и как с толпы, кто начинал еще это и также обычные люди, пытаются переводить слова, которые нельзя буквицей переводить. Ну, например, берут слово информация, которое никакого отношения к русскому языку не имеет и пытаются побуквенно трактовать его на русский манер. Получается инсинуация. То есть это выдуманная трактовка, притянутая за уши. Там по буквам ничего нет, там все просто читается. Иная форма ция. Зачем ты переводишь латинское слово, которое не имеет никакой связи с русским языком путем трактовки? А я вам еще самую главную вещь не говорил вам еще, может быть? Так вот, я вам скажу самую главную вещь. Все языки, которые существуют на планете, они все вышли из одного языка, русского вот этого. Ну, вообще-то и все. Никакой латиницы, латинцев не надо. Все абсолютно все латинянские слова, они происходят, допустим, любое слово возьмите, да, можно найти от него ветку, откуда оно пришло. Я еще раз говорю, раньше мы строили ГА-РОДА, ГА-ПУТЬ РОДА, ГА-РОД. Все языки, которые существуют на планете, они все вышли из одного языка, да, русского вот этого. Нет, это добавился к нам Латинянские слова. Кто-то, у кого-то стрим просто работает. Кто-то, возьмите, да, можно найти. Отключите, пожалуйста, вот где-то оно пришло. Соответственно, пока технические сложности. Я хотел договорить немножко. Вот мы строили ГА-РОДА, ну, ГА-это ПУТЬ, мы знаем, да, РОДА. Но на английском это звучит ТАУН, да, или как ТАУН, и мы строили ТОВАРЫ, ТОВАРЫ НА, ТОВАРЫ, 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 Ребят, ну, правда, это уже такие очень современные инсинуации. Давайте, если мы разбираем в ключе словаря... Ничего современного, ничего, если мы так прикинем, ничего современного нет, всего 200 лет прошло. Логично, подожди. ТОВАРЫ, 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 давай я немножко поправки внесу, чуть более логизируем систему. Двоится что-то там. Да, у кого-то двоится система. ТОВАРЫ, у меня ничего не двоится. Выключишься, просто стрим надо выключить. У меня стрима нет, вот видимо у Павла джуба. Да, да, не джуба, а джуба. А, джуба, прошу прощения. Говори пароль. Павел. Пароль говори. Давайте, да, ну, успокоились, нет? Так, вот стоп, 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 вот это глупое слово. Что значит успокоились? Мы вышли на поле счастья. Так, все спокойно. Почему глупо это слово успокоиться? Я не думаю, что оно глупое. Никто не нервничал, никто не переживал, никто не врагал. Давайте, давайте сейчас немножечко по делу, по свойству слова, да? Ну, все знают, что свойства, она, свойства слова, оно выделяет вибрацию, и при компоновке даже каких-то двух нехороших слов, да, или слогов, может возникать хорошее слово. Поэтому разделять и вытаскивать корень и говорить, что если корень хороший, то и слово хорошее, нет, это неправда. Была научная статья, в научном журнале был эксперимент, пригласили семью, жену, мужа и детей, и разделили их по разные комнаты. Есть такой прибор, как, ну, считывает, делает фотографии, как корреляция, или как она называется, ну, вот эти, видели, наверное, цветы свечения, да? На, очень, довольно-таки, высокой частоте фотографируют. и заставили мужа ругаться на жену, скажем так. Меня слышно? Да, великолепно. Да, и заставили мужа ругаться на жену. И потом, естественно, фотографируют пальцы рук, да? Так вот, сначала делали фотографию до эксперимента, потом делали фотографию после эксперимента. Так вот, была очень четкая взаимосвязь. Я в группу завтра выложу статью эту с фотографиями, с описанием. Когда муж ругался на жену, даже не находясь с ней в одной комнате, у жены возникал энергетический разрыв на пальцах. То есть, это свещение, оно, были там дыры, провалы. Более того, когда он начал переходить на угрозы, на фотографиях были зафиксированы всякие сущности в виде крючков, таких иероглифов непонятных. То есть, это все было задокументировано, сфотографировано. Дальше жена начала молиться. И на фотографиях было показано, как ее поле выравнивается. Слово, оно не просто действует, оно еще и взаимодействует. Не только с нами, но еще с окружающим миром, с людьми и всем, что здесь находится. Поэтому, говорить, что плохое или хорошее слово на основании каких-то там слогов, информации, которые там начитались, я думаю, это не будет достоверным, потому что мы не можем проверить. Но по ощущениям, конечно, мы можем проверить. Это твое пока предположение, правильно? Да, вы предполагаете в этом плане. Не, не мы, вы. понимаешь, я как бы верю данным, да, и эта фиксация была. Павел, можно воспользоваться? Ты мне такой шикарный паз дал, я не знал, как это... я немножко просто отходил на это... тут просто получается два Павла. Павел... Дзюба фамилия моя. Да, Дзюба. Вот Дзюба мне дал шикарнейший паз, я не знал, как эту тему осветить. Это просто благо, что сейчас у меня камера включена, я вам сейчас покажу очень важные, важные жестикуляции, которые хочу, чтобы вы внимательно их изучили. Смотрите, есть такое... Видите, что я делаю сейчас? Это что мы делаем? Это мы, ну, как вот, Богу молимся, да, там, или вот молитва. А вы знаете, что это на самом деле означает? Замыкаем, замыкаем, да? Замыкаем. Это у нас, считайте, наручники одеты. Наручники. А наши предки, они руки расставляли, я не знаю, камера позволит, к небу, к солнцу, расставляли руки, слава богам, слава предкам. А молитва была наоборот, мы, мы рабы, господин, приди, вот, вот, у нас руки связаны, вот они, вот смотри. Это принципиально, я надеюсь, меня кто-то услышал. Да, 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 это так и есть. Я как бы говорил не о том, что руки у нас складывали, он складывал руки, я говорил о том, что слово, это очень весомый инструмент в жизнедеятельности человека, он напрямую влияет, как на тебя, так и на твоих близких, и слово, если мы начнем соблюдать чистоту слова, мы свою жизнь можем гораздо-таки сделать чистой во всем. Ребят, позвольте слово, я как раз в середину ставлю. с тобой. Павел, эксперимент ты привел очень интересный. Это научная статья, в научном журнале. Я понимаю, я хорошо знаком с аппаратами, вот этими, которые аурокамеры и как работает эффект кирлянта. Стоп, не аурокамера. Это называется эффект кирлянта. Кирлян, да, вот. А, про освещение голубое. На эффекте кирлянта построены все аппараты аурокамеры, которые как бы снимают ауру. На самом деле снимается энергоинформация и магнитное поле. Я немного тебя перебью, насчет аурокамеры совсем другое. Аурокамера, она существует на основании датчиков. Датчики на пальцы, и они насчет программы высчитывают за счет сопротивления, высчитывают какие-то голограммы. На самом деле это вранье. Ну, а как работает эффект кирлянта? Давайте я попроще. Это специальная камера, которая фотографирует пальцы на очень высокой частоте. Нет. Эффект кирлянта это когда ты на стеклянную подложку ложишь ручку, через стеклянную подложку пропускается ток высокой частоты, который отслеживает изменения магнитного поля руки и индукционных полей. Именно на этом сопротивление. Так вот, именно на этом эффекте построены аппараты аурокамеры. Давайте попроще объясню. Нет, дай это ведомость. Очень просто объясню. Ну, давай. Нам нужно для того, чтобы понимать вот эти процессы все, какие там, кирлян или еще кто-то, нам нужно просто для себя определить, что такое вообще обозначение вот этого природного звука РА. Что оно обозначает вообще? Откуда оно взялось? Так вот, РА, РА. Оно, как вот Вячеслав опять же говорил, там до 25 тысяч значений. Так вот, РА, я еще раз говорю, это электричество, которое, я уже говорил, которое вся вселенная состоит, то есть, тыра, монитора, пуговицы на рубашке, РА, борода РА, нос РА, все РА, абсолютно. Но, есть специальный код, наш язык, сделан так, что этот РА как бы рассосредоточен в других вариациях. То есть, любое слово, если возьмете русское, почти в любом слове есть РА. Так вот, если мы будем это слово разбирать и уже зная образ РА, то мы будем понимать, что такое. Берем просто простое слово, я уже говорил, слово электричество. Вот вы знаете, что оно обозначает электричество? Я вам вопрос задаю. Что? По функции? Как это все выглядит? Вы не знаете. А я вам могу сказать, если я говорю неправильно с вами, как вы говорите, буквами, делением. электричество это не что иное, как Э, форма познания, Три, Ци. Если мы возьмем осциллограмму идеального напряжения, мы увидим три синусоида, да? В разнофазе. Так вот это и есть Три Ци. Так вот Э, Э, Ля, Ф... Ребят, Форма познания Лада, Трех Ци, Э, Э, Три, Ци, Совместное творение, да? Форма, то есть форма познания, вот электричество, да? Ну, смотрите, к примеру, да, вот взять, у нас же много языков на планете, ну, назовем условно, да, на планете, она может быть разной формы, конечно, много споров, но существует много языков, правильно? Существует на... Подожди, подожди, существуют языки у нас, немецкий, английский, ну, это инструмент тем, которым мы пользуемся для коммуникации, для общения, так ведь? Ну, это я потом скажу, и мы слушаем... Да, смотрите, есть алфавиты, да, мы эти буквы соединяем в слога, слоги у нас получаются в слова, из слов мы сочиняем уже предложения, но это логично. Ну, мы ничего не сочиняем, так работает инструмент. Логички нету никакой. Подождите, алфавит можно, скажем, сравнить с музыкой, да? И скажем, а так ты прав, так и есть. С музыкой, правильно, да? Можно алфавит складывать в слога, слога, слова, слова в предложение. Также вот я считаю, что нужно... Надо не с музыкой сравнивать, нужно сравнивать с частотой колебаний. Совершенно... Нет, совершенно... Музыка это и есть. Музыка это тоже колебание. Нет. Мы музыкой сейчас просто себе будем усложнять. Нет. Я говорю... Сейчас себе будем усложнять. Мы сейчас будем уже три. Павел, я хочу вывести вам ядро, которое оно тонет во всем этом. Понимаете? Основа это как бы у нас вибрация. О чем я и говорил, и Кирлианова вот эту статью я выложу в группу, потом через Александра. Мы говорим о вибрации. Абсолютно вибрации их устроено. Вибрации напрямую, они как действуют с нами и на нас, так же действуют и на окружающих. Более того, они еще взаимодействуют. Понимаете, о чем я говорю? Передача колебаний. Они действуют и взаимодействуют. Это нужно очень четко понимать. Когда вы это поймете, все вопросы отпадают. Вы уже будете говорить другие совершенно слова. Вопросов никаких и нет. Вот в том пределе, что вопросы все отпадают. Когда человек понимает, о чем речь, все. Ему нужно лишь понять законы действия и взаимодействия. И все. Я просто начал про образ РАТа. Вы мне не дали договорить. Так вот, когда мы уже узнали, что РА, РА, это, мы же не говорим. Они просто выбраны с чистотой, и все. Нет, она не просто так выбрана. Ну, понятно. Вот эти звуковые, вот эти звуковые колебания, звуковые колебания, они несут определенный рисунок. Понимаете, колебания несут рисунок. Это нам показывают в плоскости вот эти вот все синусоиды. Это все, как говорится, шиш на постном масле, да, дерьмо на постном масле все это. Вот это вот, прямолинейные нам показывают эти вот синусоиды. Так это не выглядит. Все выглядит в виде шара, да. в виде шара, но вот на каждой частоте, да, и каждое взаимодействие частот друг с другом, отражаясь, да, получается рисунок. Если вы не видели, вы посмотрите мое видео, такое, если у меня видео, такое бы довольно длинное, там оно около 7 часов идет, я там в конце видео показываю некоторые эксперименты уже, да, есть эксперименты, делают и у нас, делали и за границей, делали эксперименты, когда брали большой головку, да, динамическую, на нее уложили фанерку черную, и сверху соль сыпали, и включали, короче, этот, генератор частот. И там он показывает, как смена частот, меняется рисунок, там реально рисунок, но это опять же, нам показано не только вот, нам даже, можно сказать, даже четверти не показывают, показывая нам вот эти синусоиды, там показывают все как бы вот только в плоскости, в срезе, но мы же знаем, что звук, да, все вибрации расходятся от одной точки в разные точки, ну понятно, да, в виде шара расходятся, то есть с равной силой, если так хотите, в разные стороны расходятся. И они между собой взаимодействуют друг от друга, отражаясь, и получается определенный рисунок. Вот смотри, да, есть такой мультфильм, такой, да, в советском мультфильме, где там женщины песни пели, их морозили на морозе, в мешок складывали, а потом поехали в Америку продавать начали. Вот об этом там и говорят, все, там все и сказали в этой сказке. Да, ну вот смотрите тогда, вот существуют языки, да, мы уже понимаем, что каждый слог, буква, например, и слово, предложение, она формирует какой-то рисунок и создает вибрацию, да, которая действует и взаимодействует. Но у нас существует несколько языков, много языков, да. Вот здесь вопрос интересный, какой же все-таки язык является довольно-таки самым многозвучным? Русский, я могу сразу сказать. Почему? Это максимальный язык, короче, который можно все представить. Дорогие мои, я не могу не втручиться, что вы вкладываете в смысл русский? Русского языка никто не знает на этой планете. Так вот, да, вот хорошо сказал, да, потому что если мы можем сейчас вот сказать, на каком языке говоришь? На русском, да? Ну сейчас русский язык современно, он довольно-таки там много английских слов. Стримим, хейтерим и тому подобное. Это уже не русский, да? Но через 10 лет скажешь, что это русское слово. Ребят, позвольте, я немножко вмешаюсь с этим. Даже английские слова можно буквицами, вот это вот, как вы сказали, стрим, да? СТ, связь с твердью, да? СТ, Ре, Ре, ну, стрей, меня, да? Повтор меня. Твердо на одном месте сидит человек. Это не притягивание за уши желаемого. Это не притягивание за уши. Павел, Павел, Андрей, сейчас нам... Давайте так. Во-первых, если мы берем на сегодняшний день, самый многозвучный язык это арабский. Это единственный язык. А как проверяли? Респект, респект, уважуха, правда, правда. Все очень просто. Я не так давно, порядка, пары лет назад жил в Испании и пока изучал язык, девочка с Марокко приехала тоже изучать испанский и она начала говорить без акцента буквально на первом же занятии. Я с ней разговаривался выяснить почему. Они... Сот Кугани не лысый я. Кто там в чате написал, говорит, бородач, говорит, лысый. Ну так вот, девочка объяснила, что так как в арабском языке есть все звуки и слоги, которые есть во всех остальных языках мира, для них нет никакой сложности повторить, воспроизвести звук и, соответственно, говорить без акцента. А у меня парик, как у Кобзона. Хотите, Вячеслав Котляров снимет в прямом эфире парик свой? Все, Санатрия, вот. Да, но есть еще язык молчания, например, вот, интересный язык. Да. На нем разговаривать. Давайте все это про наш язык, как говорится, мы сейчас опять ушли о теме. Давайте вернемся к теме. Так вот. Каким-то языкам. Смотрите, вы рассуждаете об одинаковых абсолютно темах в одном и том же ключе, но разными словами, поэтому возникает непонимание. Но, я вот сейчас в опонировании немножко Павлу Ключникову и Вячеславу хочу высказать такую мысль. Я уже, ну, скажем так, во-первых, повторюсь, когда люди пытаются разбирать иностранные слова, которые созданы на другом языке, с другим типом мышления и другим типом звукового восприятия, пытаются разбирать это буквицы и русским языком. Получается притянутое за уши билиберда и выдавание желаемого за действительное. Возьмем, например, слово электричество, которое ты трактовал. Вообще-то, электричество, ну, английское, латинское слово, так как английский вышел из латиницы, electricity, образовано от двух слов электронный поток, в принципе, английский. Ничего общего с русским языком и трактовкой здесь нет. Пытаться трактовать слова формата стрим и так далее, да, можно, конечно, придумать миллион трактовок буквицы твердь, использовать ее в удобных форматах и таким образом приводить все примерно к похожим образным показателям, да, можно, но это не является истиной. Если мы действительно хотим понимать речь, моделировать речь, моделировать мир через речь, то, что ты описывал, то есть, как маги действовали раньше, я могу, то есть, я изменяю мир словом, заклинанием, речью, действиями, нам нужно использовать старую речь, нужно следить за тем, что мы говорим, как и для чего мы это говорим, воспроизведение иностранизмов, попытка их трактовок, засилие в речи... старую речь, слышали вообще? Да. Где? Я созрел, я к счастью. Я к счастью. Раньше, мне кажется, говорили точно так же, как и сейчас, абсолютно. Не совсем. Уверен. Не совсем. Извечением нет некоторых слов. Павел, извини, но сейчас теперь на стороне Андрея. Ты заблуждайся, друг мой. Ну, хорошо, ладно. Это так. Как насчет того, что все эти языки писала одна и та же контора? Это очень близкое понятие. Легенд по этому поводу достаточно много, если мы отстранимся. Даже памятник поставили. Дайте мне 37 секунд. Держи. Лови, Вячеслав. 37 секунд. Я дозрел. Благодаря вам, я настолько вам благодарен, я сейчас произнесу самое важное. Я постараюсь максимально вложить в эти 30 секунд. Может, до конца эфира я буду молчать, но сейчас скажу самое важное. Вы знаете, что мы говорим и думаем на разных языках, и тот язык, на котором мы думаем, гораздо больше. Что я имею в виду? Если вы обладатели того языка, которого мы сейчас говорим, приедете в любую страну мира, пускай будет Испания, Канада, Австралия, и встречаетесь с человеком, с которым просто сидите в пивном баре и не общаетесь, то вы телепатически уже по умолчанию передаете речь на том языке, который у нас уже заложен программой. И то, что мы вот это пытаемся подражать тому языку, это жалкая пародия. Есть высший язык, есть телепатический, и он не имеет ничего. это умолчание, о котором я и сказал, что, может быть, этот язык лучше использовать, он довольно-таки гораздо быстрее. Да. Коллеги, я короче. Чтобы его использовать, чтобы его использовать, этот язык, нужно образы сначала знать все, причем в полном объеме знать образы. Чтобы общаться образами, нужно их знать. Образы знать не нужно для этого языка, это не в том уровне. Этот язык вне образов находится. Образы я только огорчу в ваших мыслях. Попробуйте поговорить на языке молчания, или вот как Вячеслав привел пример, сидя в баре, молча передавать образы, например, с представителем племени Дагонов. Узнаете много интересного о себе. Не видел я таких представителей, что это Дагонов. И потом нам придали статью и говорят, смотрите, вот племени Дагонов рассказали, что они прибыли, за слова, пожалуйста, не цепляйтесь, к планете Сириус. А я спрашиваю, а как вы вообще вот эти англичане с Дагонами говорили? Вы им сказали, здравствуйте, а они как вам в Австралии сказали, кенгуру. А кенгуру, как мы знаем, переводится на наш язык, мы не понимаем, о чем вы спрашиваете. То есть, и записали. То же самое и Дагоны. Вы кто такие? Они... Вот видите, а Дагоны сказали, что они прибыли с планеты. Нет, Вячеслав, ты не совсем в этом прав. Дагоны это вообще Гонева сплошное. Они так и называются. Догоны. Догнали. Возьмем, во-первых, Дагоны. Это дурь, они же сами это придумывают. Все вот эти вот. Дагоны. Майя, блядь. Во-вторых, ребят, смотрите. Какая называется? Прежде чем появилась статья и вот это описание племени Дагонов, один из исследователей, английский, если я правильно помню, хотя могу здесь ошибаться, прожил в племени больше 13 лет. Он первые 5 лет никак с ними вообще не общался. То есть, он не мог, не понимал язык и изучал он их поведение буквально на пальцах, как делали раньше. То есть, они тыкали ему в чашку и говорили название, как это называется. Он начинал понимать. Спустя 13 лет, он уже, конечно, немножко выучил язык, он начал понимать их и мог что-то записывать и, скажем так, пройдя посвящение в племя, его допустили таки до вождя, волхва, неважно, как он назовем, и оттуда вот он принес некое... Это был англичанин. А ты знаешь, что бы произошло, если бы наш бы человек с нашей речью пришел в это племя? Он бы это племя перевел бы на наш язык. Я вам говорю, уже племя начало бы говорить на нашем языке. Ребят, вы очень, конечно, активно и с любовью, так скажем, к русским и русской речи относитесь. Я понимаю, это хорошо, патриотизм от слова патрио, отцы, а не от... Патриотизм это плохое слово. Почему? па это защита, папа это двойная защита. Помните, пап в древнем языке означает защита. Вот вы знаете, почему в русском языке есть слово потому что? Вот задайте мне этот вопрос, только полным вопросом. Нет такого слова, есть три слова. Вот задайте мне этот вопрос. Почему в русском языке есть слово потому что? Задайте мне этот вопрос. Я вам отвечу. Поэтому мне любопытно у Павла Ключникова узнать ответ на этот вопрос. Почему? В нашем языке слово потому что. Знаете почему? Знаете почему оно есть? Потому что оно есть. Вот весь ответ. Да это мне приправдают. не буду этот анекдот рассказывать. Видите в чем дело еще, ребят. На самом деле слово может быть любым. Даже таким, каким вы его придумаете. Понимаете? Так это само слово. Вы можете выдумать слово, придать ему значение, запустить массы и оно начинает ходить между людьми. Этим сейчас и занимаются и современные люди, и программа. Я о чем речь-то... И современные неуязычники переводя иностранные и прочие слова. К чему я вопрос-то задал, что языков много и как бы писала их одна контора, да? Ну вот я начал отвечать, Павел, меня немножко прервали. Позволь, я доведу мысль. Да, да, да. Легенд в этом плане существует достаточно много. Если мы, скажем так, отсечем инсинуации различных северных ученых и так далее, памятник интересная тема, я понимаю, почему за него так все зацепились, но его лучше тоже сейчас не брать. В пример, там много путаницы и не все правильно понимают. Если взять все языки, то видная диалектика очень сильно прослеживается. Да, так вот. По, скажем так, самым схожим теориям, то есть различным теориям, которые примерно получается в разных трактовках говорят об одном и том же, на планете существовало либо три, либо четыре исходных языка, совершенно противоположных друг другу. Большая часть современных языков, которые известны человечеству, отчасти по этим теориям восходит, ну, назовем это, к русскому. Спорный, конечно, момент. Действительно, русские сейчас не говорят на той речи, которая была изначально. Ну, возьмем, допустим, этрусков каких-нибудь, которые говорили на этой речи. Прото-русов, то есть население, проживающее на этой территории, которое говорило на этом языке. Из этого языка, из его форм записи, вышли многие. Ну, например, из него вышла латиница, ее создавали искусственно и специально в качестве торгового письма, ограниченного. Но она прекрасно выполняет свою функцию и прекрасно описывает физические, физиологические законы, которые сейчас, в принципе, ну, на этом, поэтому построены все языки науки, математики и так далее. Андрей, при всем уважении, ты догматик современной лжевой науки. Нет. Это в комплимент. Ты четко идешь по тем ниточкам, которые нам навязали. Нет. Поверь, прежде чем что-то говорить, я информацию проверяю, проверяю не совсем так, как люди привыкли. И назвать меня догматиком современной науки, это, конечно, лестно, но я настолько же от нее далек, насколько, в принципе, наверное, Сириус от Альфа Центавры. Вот. Так вот, вернемся к теме. Допустим, из русской речи, в принципе, вышла латинская группа, несколько записей рунических текстов, включая скандинавский и прочее. Считается, что даже китайский. Это отчасти может быть верно. Был у меня опыт немножко изучения японского и китайского языка. Части иероглифов действительно прекрасно трактуются с руники, и часть слов понимать можно, но только часть. Золотые слова, правильно, правильно, так и есть. Но только часть, потому что язык изменялся более... За 200 лет его переписывали 200 раз. Да нет, я даже не про русский, я про китайский. Так я же про него и говорю. Но есть несколько форм... Китайский переписывался за последние 4 тысячи лет 8 раз, там вообще много чего поменялось. Так вот, но есть еще несколько других форм языков, ну, например, если взять, не просто так я привел народ догонов, их образно-понятийная речь абсолютно отличается от всего того, что мы можем встретить в общепринятых языках. Их нельзя трактовать и понимать с точки зрения другого языка. Мне вот интересно, как они об этом узнали. Они об этом не узнали, об этом узнали... Нет, я имею в виду те, кто об этом говорит. Если у них это было не понятийное, не понятийное, как они между собой общались-то? Да, да, да. Что-то это вообще Гоню какой-то, опять Дагон, опять виноват. Я еще раз поясню, что человек, который смог понять речь Дагонов, прожил в племени 13 лет. Предположительно. А Виталий Сундаков просто в Бразилии перевел речь на нашу, и сразу они начали спички называть спичками, стекло стеклом. Он не стал изучать их язык, он научил его нашему языку. У меня такой вопрос. Смотрите, у нас же нации перемешиваются, так же, как и языки. Нет, у нас наций нет никаких, это вранье все. Нации это Сталин придумал. Ну, расы, расы перемешиваются. Раса одна. Да. Раса, она одна всего. Человек, пусть будет человек, да, ну, свет кожи, китайцы, белорусы, все такое прочее, да. Но смотрите, язык тоже имеет трансформацию. заметьте, и сам народ его тоже трансформирует. Так, правда. Да. И давайте вот такой вопрос у меня все-таки обновление это называется. Существует ли универсальный язык? Есть он, да. Вот это и есть русский язык. Так я же рассказал, в пивном баре сидим, молчим и общаемся. Меня слышно вообще, нет? Да, да, очень даже. А то я убавил просто в чатчик. Да, то есть универсальный язык, который работает на глубин уровне, да, и связывает нас всех. А можно оживить зрителей? Я сейчас маленький опять 30 секунд возьму. Ребята, знаете, в чем наша сложность? Вот если бы мы без эфира, все было шикарно, но наши зрители засыпают. Иногда, чтобы их просыпать, пробуждать, Вячеслав Котляров выходит с интересными вещами, на мой взгляд. А потом по комментариям видим. Я вам сейчас просите, простите за мой харьковский акцент, я вам сейчас расскажу 30 секунд, а потом переведу то, что я вам рассказал. Значит, звучит это так. Доктор Альбан. Доктор Альбан. Перевожу на наш язык. Вот, вы слышали только, что я сейчас сказал? Я только It's My Life услышал, Доктор Альбан. It's My Life. Да, там что-то Доктор Альбан был. Правда, немножко немецкий переврал в нескольких местах. Я общался с немцами, они из уважения сказали, неплохо, неплохо. Вообще, чушь полная. Перевожу то, что я вам сказал. Я пойду в лес, где я с ней встречался в последний раз. Лес почему-то черный и страшный. Больно мне. Очень больно на душе. Разницу ощучили? То есть, ай, цваль, полицай, фермер, бригадир, и вдруг... А ты не пробовал читать то же самое, только с немецким правильным акцентом, с расставлением немецких ударений, и кто сказал? Я говорю. Вячеслав Котляров говорит, северный немец не поймет южного, западный северного и наоборот. Нету, есть язык, который кто-то правильно сказал, по-моему, все из нас, что даже если мы гипотетически на тысячу лет переместились в прошлое, мы запросто общаясь вот этим языком, по-моему, Павел сказал, мы поняли бы наших собеседников. Немножко бы, конечно, мы выглядели бы юродивыми, но в целом на нас бы собеседники помнили. Ни один из современных языков, который существует на планете и перемещается на тысячу лет назад, не был никем понят. Был бы понят тот язык, на котором мы с вами общаемся. Я даже могу даже допредить язык, как я уже говорил, ни чья комиссична, зорья наясная, выйдно хоть голки сборай, выйдно каханая с пратью из моряна, хоть на хвилиночку угай. Украинский язык, наверное, самый созвучный, я думаю, самый веселый язык. Так, я вернулся. Давайте, знаете, сегодня устроим короткий эфир, покороче, и перейдем уже к течению вопросов, их тут немного. Значит, Ник напишет, раскройте, пожалуйста, значение и смысл слов идол и кумир побуквиться и насколько можно детально и глубже. Заранее спасибо. Это вопрос, наверное, к Павлу. Идол? Очень просто. Мы можем тут сразу увидеть от Ида. Ну, давайте не по буквам, вообще, от чего он идет. Идол, скорее всего, это И-Д-А-Л-А, да? Понятно, да? Дала И. И, почему не по буквам? потому что это все-таки, вот это слово, как бы, мне кажется, скорее всего, оно не древнее, а недавно придуманное. Ну, как, достаточно древнее. Я хочу дополнить. И же, а спод он людей? Может, если я дополню, я смогу уважать уважаемому человеку, который задал этот вопрос, больше картину раскрыть. Представьте, гипотетически, за последние 200 лет, как ни странно, существовали торговцы. И вот, когда они приходили в какое-то новое, так сказать, для себя сферу деятельности, они ставили для себя идолов. Им было разрешено у нас ставить идолов, которым они могли молиться, поклоняться. или они еще идолы, по-другому называются кумиры. И вот как это знаете, есть такая поговорка «Не создай себе кумира». Но не все ее понимают, что она значит. Кумир – это тот же самый идол. То есть, человек имеет право создать этого деревянного истукана для других, но себе именно вот эту деревянную споруду он не имеет права создать себе кумира, чтобы ему самому поклоняться. Для всех можно. И в завершении этой секунды хочу задать всем Андрею, Павлу, Дюбе, Павлу, Павлу Ключникову вопрос. Какую вы лично, вот я ответ знаю на свой вопрос, если вы мне задаете, какую вы лично, ну это глупейший вопрос, ну задам от числа зрителей. Преследуйте интересный положительный момент, рассказывает все это. У каждого у вас есть ответ? Для чего вы это делаете? У меня есть ответ? Все, я молчу. для чего мы это рассказываем? Да, 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 да. Ну, во-первых, потому что уже пора об этом говорить. Вот, это раз. И, ну почему, потому что кто-то должен это делать. И все, тут вопрос больше как бы... То есть цели нету, ясно, хорошо. А может мы все... цель цель есть, почему? Цель всегда есть. Цель всегда есть, да, у нас мы знаем, что в окружающем мире, в природе ничего нету бесцельного, да, то есть цель всегда присутствует. Так называемые ци, вот это, да, цель это главное. поэтому мы и живем, и движение вот этого, как мы называемого электричества, да, так называемая вот игра, да, бит, который был дан, когда, допустим, мы такие знаем слова, как божья искра, да, искра, опять, ра-ра-ра-ра-ра, все, это все идет к тому, что я начал уже пояснять, что наша жизнь это и есть игра, вот это вот, так называемая. игра это путь, да, не, их это порядок, соединение с путем ра, как вы считаете, что если отбросить все вот эти языки, которые мы знаем, которые мы общаемся, разговариваем, и идти на другой какой-то язык, да, более универсальный, как думаете, что будет в обществе? Да, более универсального нет, наверное. Будет когнитивный диссонанс. Самый универсальный язык, это, наверное, тот язык, с которым разговаривает создатель с нами, да? Да, более высокочастотный диапазон. Но который мы не слышим, да? Да, более высокочастотный диапазон. Я для одной лекции задумался. Дайте договорю. Видите, к чему мы подошли, да? Все-таки универсальный язык существует. И не нужно изучать ни английского, ни французского, да? Достаточно научиться его слушать, да? И гораздо мы будем быстрее общаться без всяких лишних слов, и гораздо быстрее мы начнем друг друга понимать. Попробуй расскажи это кому-нибудь из иностранцев. Они, конечно, очень поймут и очень воодушевят. Знаешь, я тебе так скажу, что с многими иностранцами я в своей жизни порядка 8 лет езжу в Индию, я тебе так скажу, в любой магазин, когда к ним заходишь, да, они тебя без слов видят. Им не нужны какие-то слова, чтобы понять, кто ты, что ты. Они уже тебя издалека видят, как с тобой разговаривать, предложить для тебя чай или не предложить, понимаешь? А хотя ты даже слова не проронил. А о чем-нибудь более сложном? О философии, психологии, мышлении, миропонимании? Это бесполезно, Андрей, это бесполезно, ты прав. Мы говорим о универсальности и именно ищем ядро этого языка во всем, скажем, в таком большом хаосе. К сожалению, в данный-то момент мы его не найдем. Хотелось бы, но... Почему же вы себя простичиваете сразу? Нет, не то, что не найдем, просто никто не хочет искать. Вот, 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 о чем разговор. То, что человек сам не хочет и проявляет ленность. Вот тут Павел Ключников ответил на мой вопрос, а Дзюба Павел и Андрей Ревих деликатно ушли в сторону. Вот, ответить надо было на вопрос человеку. Александр, подожди секунду, а ребята не хотят человеку-то на вопрос ответить? Да, давайте на вопрос ответим людям, они деньги платят. я уже ответил и дал это путь. А вы знаете, откуда Задорнов берет эту информацию, прежде чем задавать такой вопрос? человек явно не знает, откуда Задорнов берет эту информацию, но инсинуации Задорнова с языком уже стали нарекательными. Это... Значит так, много лет он дал направленного нарекательными. от своего друга Виталия Сундакова, от Чудинова Валерия и еще замечательных людей. И даже иногда, надеюсь, это вырежут, у Котлярова. Я хотел про идол еще раз сказать, не дали говорить. Просто говорю, само слово идол, мы слышим там дала, да, а чтобы, ну, дала, давайте еще разделим по образом слово дать, да, дала, дала, то есть да, на, и лад, по ладу. Понятно, что такое идол? И дал, иудейский род дал. А при чем здесь иудейский род? Микрофон был отключен, потому что обычно наши предки сейчас народ отвечает на вопрос согласно его с тем, что говорит Задорнов о языке. Это просто дубльный звук. Мне кажется, я вот Задорнов слушал с Украины, он довольно-таки очень грамотно разобрался, он очень, так сказать, подошел более с научной точки зрения, с исторической точки зрения, можно сразу это... Ну вот здесь не соглашусь, Задорнов, во-первых, не разобрался в языке, он использует фразы и речевые клише, которые используют другие люди, которые как раз чуть больше разбираются в этом вопросе. А он использует это просто более для самопиара и подхватил удобную тему, кстати, подхватил он ее достаточно поздно, когда она уже начала сходить на нет. Вот. Соответственно, ну... я как бы Задорнова получил полезную информацию, по языкам Николаевичем косменно не был относительно косменно знаком. Ну, я знаю, что ему это поставят запись, но его друг Виталий Сундаков связался со мной. Михаил Задорнов сделал хитрый ход конем. У меня есть ролик, где он меня услышал. Я, может быть, его когда-нибудь озвучу. Вот сейчас у меня на моем канале называется... Может, вы вспомните, слышатели, зрители и друзья, коллеги, что я пытаюсь создать компьютерную игру. Сейчас это вышло на серьезные рельсы. Я даже сам не ожидал, как может мечта становиться реальностью. У меня в планах, и вот сейчас в эфире находится, я надеюсь, мы с вами меняемся контактами, потому что в игру будут внедряться наши древние славянские знания. Уважаемый Михаил Задорнов, он косвенно пошелся. Да, он создает игру. Возможно, она зайдет в тупик, потому что невозможно без автора рисовать картины. Можно только нарисовать эскизы. А вот его друг Виталий Сундаков у меня хорошее, доброе письмо написал. Благодаря этому письму мы пойдем дальше. И все, что было сказано, я не хочу. Мне жалко, что я боюсь вырежать. Вы знаете, как я сам монтажом работаю. Недавно Юрия Рыбникова перекроил. Юрий Рыбников говорил, что наша планета маленькая, а я монтажом сделал, что наша большая и так далее. Поэтому правильно кто-то заметил, что он пробуждает, раскачивает лодку. Помните этот пресловутый эфир, когда он был в студии Гордона. Это мой эфир он, наверное, 5 или 7 лет. И когда Джигурда вот этим своим «Да выжь! Это самое выжь! Эти самые короче...» У меня появилась идея собрать их тут. Давайте как-нибудь это осуществим. я по оговорке по Фрейду. Саш, я, возможно, помогу. Вот, замечательно. Давайте на этой ноте пожалуй закончим. Тема сегодня была интересная, но пожалуй на 2 часа она не потянет. Для этой темы надо прям делать, я не знаю, там 10-часовой стрим, если не больше. Следующий эфир будет какой-нибудь чепушной. Да. Спасибо, значит, гостям за участие, спасибо зрителям за то, что смотрели, тем, кто активно участвовал, тем более, спасибо за донат, за вопросы, за лайки, за репосты. Увидимся на следующих лекциях и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...